На восток Казахстана прибыл медицинский поезд Саламаты-Казахстан. В течение месяца он объедет 18 населенных пунктов региона. Большинство из них небольшие станции, где нет полноценных лечебных учреждений. И квалифицированная помощь врачей особенно необходима. Одними из первых в регионе в состав встретили жители Зарьяновского района. Прибытие поезда Саламаты-Казахстан на станцию Зубовск для местных жителей настоящие события. Они встречают врачей с концертными номерами для детей же рядом с вокзалом устроили игровые площадки. Все для того, чтобы медики приступили к работе с хорошим настроением. А малыши были заняты, пока взрослые проходят обследование. Это и есть главная цель. За короткий период как можно больше узнать о собственном здоровье. Цель нашего визита является выявить первичные заболевания. То есть, чтобы проявить это все диагностические мероприятия. Самые необходимые это филергофтические исследования, рентгенологические исследования, лабораторные исследования. Ольга Ирмолаева как раз дает анализы крови. На болезни не жалуется, но пока есть возможность, решила получить консультацию от всех узких специалистов. Благо для этого ей не нужно заранее записываться на прием и подолгу ждать результатов. Это очень грандиозное событие для нашего района. И прекрасно видно специалисты, и квалифицированная помощь оказывается. И все так удобно, быстро. И даже биохимические анализы крови в течение часа это очень удобно. Потому что не каждый может выехать куда-то за пределы района в областной центр. Анатолий Ануфриев ради хорошего окулиста приехал из соседнего населенного пункта. Как раз пора менять очки, признается пенсионер. А тут врачи сами прибыли к ним в район. Спасибо за внимание, заботу, за теплые отношения, так сказать, чисто человеческие. И хочется, конечно, чтобы подлечили как следует. Всего в составе поезда около 20 специалистов. Только в Зыряновске они проконсультируют жителей сразу трех станций. В Зубовске же медики успели оказать населению больше двух тысяч услуг. Анна Лисенберзин, Аслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24.